всем привет и вы на канале по вязанию крючком игрушек и не только джули вули то есть я юля и продолжаем вместе со мной готовиться к новому году а я приготовила для вас кое-что новенькое думаю что из обложки видео вы уже поняли кого же мы будем вязать так что не буду хранить интригу это вот такой вот милый сладенький малыш пряня я считаю что мы уже достаточно много с вами навязали тигров если вы еще не навязали все-таки тигров то вот в этом плейлисте очень много видео там и мои мастер-классы и других рукодельниц так что приходите вдохновляйтесь смотрите готовьтесь ну а если вы хотите чтобы ваша игрушечка сохраняла свою актуальность и в следующем году радовала ваших родных и близких либо служила украшением елки то предлагаю со мной связать игрушку которая не привязывается к символу года а просто создает праздничное уютное настроение мне кажется прямо я чувствую этот запах и имбирных пряников и такой вот сладюшечной присыпки такого игрушечку пряника можно оставить как игровой вариант можно поставить под елочку а можно приделать петельку ему здесь можно ее вырезать либо просто продеть ленту и повесить на елку по моему очень милый классный сувенир к новому году я конечно же вместе с пряней жду от вас благодарности виде лайков если не подписан еще на канал то подписывайтесь и конечно же жмакайте колокольчик чтобы не пропустить новые мастер-классы ну а мы приступаем к обзору материалов которые нам понадобятся для вязания этой игрушечки и так по материалам что же нам понадобится для вязания нашего кексика в первую очередь нам понадобится пряжа конечно же нам понадобится бежевая какая-то подходящая по цвету к тесту я буду использовать бежевую джин фиорнарт 07 немножечко нам понадобится белый для крема нашего пряничного человечка а также какая-нибудь дополнительная пряжа совсем совсем чуть-чуть не смотрите на мой огромный пухлый моточек достаточно будет буквально там обрезка огрызка ниточки любого цвета из которого вы планируете делать бантик также из материалов нам понадобятся различные украшательства в виде бусинок у меня это бисерин разного цвета я буду не вышивать присыпку для пряничного человечка я буду использовать вот такие милые глазки на заглушках пластиковых но подойдут также и обычные бусины полу бусины пришивные глазки любые абсолютно подойдут единственный вопрос в том что если у вас будут такие же глазки как у меня на ножке мы должны будем ставить в процессе вязания остальные можно уже пришивать по мере готовности игрушки еще нам может понадобиться совсем пони чуть-чуть красной и розовенькой нитки для чего мы будем розовой ниточкой вышивать щечки красной вы можете заменить бусины и вышить просто такие вот пуговички красной ниточкой ну и как же без инструментов я буду вязать крючком номер полтора миллиметра отрезать лишнее буду ножничками сшивать детальки иголочками и конечно же считать ряды и помечать начало нового ряда при помощи счетчика и маркера рядов для наполнения буду использовать холофайбер а мы приступаем к вязанию и я предлагаю начать самой несложной части это ручки поскольку все остальное у нас будет практически цель навязанное это голова и тельце с ножками поэтому начинаем ручки как обычно кольцо амегуруми и в него мы вяжем 6 столбиков без накида во втором ряду вяжем прибавку в каждый столбик предыдущего ряда то есть у нас получится 6 прибавок и по итогу 12 столбиков без накида во втором ряду далее все очень просто с 3 по 7 ряды включительно мы вяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду на этом ниточку закрепляем обрезаем вяжем аналогичную вторую ручку переходим к вязанию ножек плавно переходящих в тело и первый ряд первой ножки мы тоже вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амегуруми схема тут не затейливая поэтому во втором ряду как и в ряду с ручками мы вяжем по прибавки в каждый столбик предыдущего ряда чтобы у нас получилось 12 столбиков без накида единственное отличие в ножке то что мы вяжем с 3 по 8 они по 7 ряды без прибавок и убавок по 12 столбиков без накида на первой ножке мы ниточку обрезаем после того как провязали последний восьмой ряд а на 2 обязательно не забудьте что мы продолжаем вязание со второй ножки и ниточку не надо обрезать мы провязали вторую ножку на ней ниточку мы оставляем и далее мы делаем ставим маркер делаем 6 столбиков без накида по первой ножке берем вторую ножку присоединяем ее к первой вяжем по ней все 12 столбиков и снова переходим на вторую ножку провязываем оставшиеся 6 столбиков без накида это продолжение это наш девятый ряд и в нем должно получиться 24 столбика без накида затем с 10 по 14 ряды мы вяжем без прибавок и убавок наша тельце по 24 столбика без накида в каждом из рядов просто вяжем по кругу и встречаемся после 14 ряда довязали 14 ряд и самое время начать набивать наши ножки хотя бы такие ножки у нас уже должны получиться в пятнадцатом ряду мы уже постепенно идем на убавление мы провязываем 6 столбиков без накида и одну бабочку так мы делаем до конца ряда в этом ряду у нас должно получиться двадцать один столбик без накида в шестнадцатом ряду мы провязываем без прибавок и убавок 21 столбик без накида по кругу семнадцатом ряду мы вяжем 5 столбиков без накида и делаем бабочку продолжаем так делать до конца ряда чтобы у нас получилось 18 столбиков без накида восемнадцатом ряду у нас все четко и понятно 18 столбиков по кругу без прибавок и упавок после этого ряда до набиваем наше тельце наш пряничек должен быть пухлым упитанным и очень аппетитным поэтому не жалейте холофайбером 219 ряду мы продолжаем сужение и вяжем 4 столбика без накида у бабочку делаем так до конца ряда и у нас получится 15 столбиков без накида соответственно двадцатым рядом мы уже завершаем вязать наше тельце будем плавно после него переходить голову и вяжем в этом ряду 15 столбиков без накида по кругу а в двадцать первом ряду мы снова начинаем расширение мы провязываем 4 столбика и уже при бабочку делаем так по кругу соответственно три раза у нас получится снова 18 столбиков без накида в ряду двадцать втором ряду нас ждет большое расширение так как мы будем вязать прибавку каждую петлю предыдущего столбика а у нас их было 18 то есть умножаем в этом ряду все на 2 у нас получится тридцать шесть столбиков без накида двадцать третьем ряду мы вяжем по 5 столбиков и чередуем с прибавкой так мы вяжем до конца ряда повторяя этот рапорт чтобы в конце ряда вышло 42 столбика без накида вот так наш печенька выглядит после двадцать третьего ряда больше похож на какого-то грибочка масленка ну а теперь мы вяжем с 24 аж по тридцать третий ряд без прибавок и убавок о сорок два столбика без накида в каждом из этих рядов вот мы с вами провязали 33 ряда и самое время ставить глазки определяйтесь где у вас будет перевод где зад их примерно между двадцать девятым и тридцатым рядом а там уже смотрите по вашему усмотрению это в случае если у вас глазки такие же как у меня на крепление пластиковым теперь еще немножко повяжем и дальше уже начнем набивать наше кельце нашу тело голом и 34 ряд мы вяжем 5 столбиков без накида у бабочка повторяем так по кругу чтобы получилось у нас 36 столбиков без накида повторять мы это будем соответственно уже шесть раз продолжаем убавлять и в тридцать пятом ряду вяжем 4 столбика без накида у бабочка 6 раз по кругу нас получится в этом ряду 30 столбиков без накида следующий тридцать шестой ряд мы вяжем 3 столбика без накида одну у бабочку повторяем то же самое шесть раз все нас выйдет в этом ряду 24 столбика без накида самое время хорошенечко набить голову а мы продолжаем вязать и тридцать седьмой ряд у нас два столбика без накида у бабочка повтор такого рапорта шесть раз по кругу чтобы вышло 18 столбиков без накида в ряду не забывайте до набивать по мере вязания ну и тридцать восьмой наш ряд это будет один столбик 1 убавка в конце ряда у нас выйдет 12 столбиков без накида ну и последний ряд мы делаем у бабочки до конца пока у нас не закроется отверстие здесь сильно там заморачиваться с этим отверстием не стоит она все равно нас будет покрываться белой глазурью единственное что я бы еще советовала плотненько до набить прежде чем закрыть чтобы у вас хорошо держалась форма головы печеньки нашего и я бы еще рекомендовала оставить ниточку сантиметров 30 где там этой ниточкой я во первых стягиваю здесь отверстие наверху а затем у нас здесь еще остается вот такое вот отверстие и нам его нужно стянуть и сшить мы просто переводим ниточку в это вот между ножи печеничная и просто берем и стягиваем это отверстие не знаю кого как у меня всегда так при соединении ножек получается что между ними вот такое вот отверстие чтобы это было все красиво и аккуратно я его как правило последствии стягиваю вот мы стянули можно ниточку ниточку можно зафиксировать спрятать где-то в тельце вывести ее на обратной стороне и отрезать на нашего печеньки готова я думаю что пора переходить к созданию глазури и так вяжем глазурь вяжем ее белой ниточкой и начинаем по классике с 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми это был наш первый ряд во втором ряду мы делаем при бабочки в каждую петельку предыдущего ряда то есть у нас получится 6 прибавок и 12 столбиков без накида во втором ряду третьем ряду вяжем 1 столбик одну при бабочку повторяем по кругу это 6 раз в третьем ряду соответственно у нас получится 18 столбиков без накида четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида и прибавку повторяя по кругу так 6 раз 24 столбика без накида у вас должно будет получиться в конце этого ряда ну и в пятом ряду чтобы выровнять наш круг который стремится стать шестиугольником я провязываю не три столбика прибавку как обычно я провязываю допустим один столбик 1 прибавка а дальше уже три столбика прибавка по кругу и в конце у меня остается два столбика без накида который мы тоже провязываем всего в этом ряду у нас будет 30 столбиков без накида шестом ряду можно вязать без смещения 4 столбика без накида при бабочка повторяем по кругу этот рапорт шесть раз и в этом ряду будет 36 столбиков без накида следующем седьмом ряду в принципе можно сделать и смещение я вяжу три столбика и бабочку а отсюда уже начинаю вязать 5 столбиков прибавка до конца ряда ну и соответственно в конце у нас будет еще просто два столбика без накида то есть вот этот рапорт 5 столбиков прибавка мы повторяем 5 раз поскольку с 3 начинали у нас еще здесь в конце останется два столбика без накида если вам сложно в этом разбираться делайте просто 5 столбиков без накида прибавка по кругу чтобы получилось конца ряда 42 столбика без накида мы делаем соединительную петельку и начинаем вывязывать потеки нашей глазури начинаем цепочки 5 воздушных петель к примеру в обратную сторону во вторую петельку начинаем возвращаться столбиками без накида к основанию нашей глазури вернулись пропустили одну петельку во вторую соединительным столбиком присоединили и дальше мы вывязываем абсолютно хаотично как вам хочется можете делать две петли воздушных хоть один столбик где-то можете делать шесть-семь главное смотрите примеряйте как у вас ложится на пряничного человечка поэтому смотрите чтобы у вас сложилась глазурь так как вам нравится можно допустим сзади делать потеки вообще длиннее чтобы закрыть затылок тут уже полет вашей фантазии абсолютно не напряжное вязание по кругу мы должны полностью обвязать вот такими вот потеками глазури наше основание вот допустим следующую я связала 3 воздушные петельки вернулась двумя пропустила одну соединительный столбик следующий потек я буду уже делать длинным провязала 7 воздушных петелек и возвращаюсь столбиками без накида обратно к основанию и вот такое солнышко у нас должно получиться то есть смотрите мы должны будем пришить потом каждую петелечку каждый потек выложить как нам нравятся на голове упряни и просто пришить по каждой вот этой петельки хотя бы прихватить ее чтобы они не топорщились вот так для этого смотрите вы можете оставить эту же не для пришивания но мне кажется что поскольку тоненькие вот эти потеки то будет немножко грубовато и я предлагаю как вариант взять более тоненькую иголочку и тонкую нитку например швейную и аккуратненько пришить швейной ниточкой главное смотрите чтобы она не отличалась там сильно по оттенку ведь белого тоже есть многое множество оттенков ну и последний элемент который мы с вами свяжем для пряне это будет бант вы можете в принципе использовать любое украшение можно его не вязать но я думаю что в копилку идей он обязательно пригодится если не для пряни то для другой игрушечки точно начинаем мы его вязать с кольца амигуруми и в него я набираю 4 воздушные петельки кольцо не затягиваем затем мы делаем 2 накида сюда же в кольцо провязываем столбик с двумя накидами и таких столбиков нам еще нужно провязать 3 помимо этого то есть всего у нас цепочка из воздушных петелек 4 столбика с двумя накидами и снова цепочка в конце из воздушных петелек которой мы возвращаемся в кольцо соединительным столбиком и нам надо провязать аналогично вяжем 4 воздушные петельки 4 столбика с двумя накидами все это вяжем в кольцо конце ряда снова 4 воздушные петельки возвращаемся крепим в основании соединительный петлей и тянем за нашу первую же ниточку вот такой бантик у нас получается теперь можно сделать ему серединку каким образом оставляем достаточно длинную ниточку нитку закрепляем и просто стягиваем наматываем серединку когда ваша серединка готова можно зафиксировать сзади завязать на узелок вместе с предыдущей ниточкой и теперь его легко будет пришить я не такой сразу галантный джентльмен пользуйтесь этот бантик на самом деле супер универсальные подходит большинство игрушечек ну а сейчас мы приступим к сборке и оформлению нашего пряника деталек у нас немного но пока что наш человечек достаточно он такой пресный пряник поэтому будем его украшать как только можем но я предлагаю начать с того что мы пришьем нашему пряничку ручки я предлагаю их немножечко набить после того как ручки набили прикалывать их булавочками смотрите как вы будете их располагать естественно чтобы они у вас были симметрично и аккуратненько и четко по боку пряника располагались намечаем ручки и пришиваем их пока что наш человечек пряничный похож больше на куколку вуду или какой-то имбирный корень ну он же имбирный пряник поэтому сейчас будем его украшать и на самом деле вот это вот сейчас предстоит самая долгая и кропотливая работа принципе из всей работы над этой игрушкой мы должны опять-таки четко разместить где у нас какие потеки будут и решить по контуру каждого потёка хотя бы там прихватить ниточкой по нескольку раз вот чтобы они хорошенечко соответственно стали потеками и обтекали нашего пряня поэтому размечаем берем иголочку и пришиваем после этого уже обещаю будет этап украшательства фок пришили предлагаю сразу начать украшать нашу глазурь и для украшения я приготовила лично бусинки меня это разноцветные бисеринки можно также использовать разные стеклярусинки а если у вас нету разноцветных бусинок то можно сделать просто такую имитацию присыпки виде протяжек цветными ниточками для этого подойдут даже остатки ниток я просто вывожу эту же белую ниточку которая пришивала наверх и хаотично расшиваю разноцветными бисеринками имитируя присыпку вообщем вы решайте сами насколько часто и густо украшать нашего пряничного человечка а я предлагаю взять белую ниточку которая мы не зале нашу глазурь и вышить еще украшение на ручках и ножках и нам нужно вышить вот зигзагами как бы окантовочку на ручке и на каждой из ножек милом про чашку ты должна это выглядеть вот таким образом делаем точно также по 2 ручки и по каждой ножки еще можно сразу пришить чуть ниже бантика если вы планируете все-таки оформлять бантиком нашего пряничного человечка то где-то вот в этом районе центре можно сразу пришить бусины а я нашла у себя в закромах вот такие вот мини пуговички которые я и пришлю сюда собственно вот так вот у меня будет выглядеть вместе с зеленым бантиком но бантик я самом конце уже пришиваю сначала делаем белые протяжки и пришиваем пуговички либо бусинки на кузикам так расшили нашего прянию я уже пришила пуговички и приступаем к оформлению личико я еще бы вышила ему носик той же пряжей которой мы вязали пряник аккуратненько фиксируем я люблю такие носики делать протяжками главное смотрите чтобы носик располагался между глазок на одинаковом расстоянии ротик ротик можно сделать разными способами можно просто сделать протяжку ниткой вышить улыбку нашему пряни можно черной ниткой можно розовой розовый тоже неплохо будет смотреться я как обычно вырезала из маленького кусочка фетром красненький и черный и сделала вот такой вот улыбашечный ротик это моя фишка игрушек теперь просто его приклеиваю я люблю приклеивать эти ротики немножечко так наискось придает такую некую шкодность нашему персонажу еще можно взять остаток розовой ниточки буквально небольшой отрезочек нам потребуется и вышить румянец нашему пряничку выживаем щечки нашему прянику по тому же принципу что и вышивали носик просто несколько раз делаем протяжки как альтернатива можно еще взять вырезать просто такие щечки кружочки из фетра наклеить их либо можно вообще подтонировать например сухой пастелью или тенями если вас есть за кромах розовые тени аналогично вышиваем румянец и со второй стороны и то что нам остается это украсить нашего пряничного человечка бабочкой бантиком наш сладкий малыш готов я как обычно буду рада видеть ваши игрушечки по моим мастер-классом в директе своего инстаграма либо просто отмечайте меня на фотографиях я всегда захожу лайкаю и радуюсь вашим успехом в вязании еще раз напомню что у меня есть целый плейлист по новогодним игрушечкам в которых будет и эта игрушка еще они будут пополняться до нового года ведь у нас еще с вами осталось время для реализации наших рукодельных планов украшение елочек и создание новогодних игрушечек на подарки всем спасибо за просмотр надеюсь вы уже поставили лайк если этого не сделали то очень вас попрошу поставить лайк этому видео подписывайтесь на канал вяжите со мной оставайтесь вдохновляйтесь всем удачи до новых встреч пока